Наш следующий гость, друзья, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Светан. Пане Романо, я вас витаю, приветствую вас. Уважаю, здоровья. Пане Романо, ну вот, отрицательно дошел очередной состав близ города Унеча. В Брянской области на железной дороге диверсанты подорвали железнодорожное полотно. В результате сошел с рельс локомотив и несколько вагонов грузового состава, перевозившего нефтепродукты и стройматериалы. Диверсия произошла примерно в 100 километров от границы с Украиной. Движение поездов на этом участке остановлено. У нас есть даже небольшой видеоматериал. Стой, стой тут. Это тепловоз в кустах лежит. Да, да, ну трубы, видишь. Да. Ну и сегодня же в Гатчицком районе Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач. Еще одно взрывное устройство обнаружено на другой линии электропередач. Оно не разорвалось. Пана Романова, как вообще понимать вот такое, знаете, скопление в временном аспекте всех этих событий, разумеется, подрыв очень серьезный в Севастополе, в нефтехранилище. Об этом будем говорить, да, позже немножко. Вот сейчас вроде бы похоже на какие-то внутренние диверсии. Как вы это понимаете? Так я понимаю, что возможно наши допущения могут быть спекулятивными. Но можно ли, на ваш взгляд, тут говорить о доморощенных диверсантах? Дело в том, что это стандартный набор действий, допустим, на территории Российской Федерации. Это стандартный набор действий или диверсионно-разведовленных групп, или партизанских отрядов, которые работают на российской территории. То есть здесь нечем отделяться, это перед началом наступления активизируется действие вот такого рода групп, которые выполняют определенные задачи. Задачи уничтожения военных объектов. Практически все топливо, которое везется, везется составами, оно может использоваться для движения военной техники. Это значит в чистом виде военный объект. Это вот, еще раз повторюсь, стандартная работа партизанских, скорее всего, партизанских отрядов. Если это не на территории России, а на оккупированной территории, скорее всего, это уже однозначная работа наших дронов, которые подожгли хранилище. Опять же, топливохранилище. А вам не кажется, насколько продоподобно, что Россия, учитывая, насколько там сейчас завинчены гайки, скажем так, закручены гайки, простите, и внедряются все плотнее и плотнее разные механизмы слежки, отслеживания, контроля, в том числе и идет импорт таких технологий из Китая, обмен опытом между Китаем, Ираном и Россией. Вот, сложно себе представить, что вот, возможно, вообще, работа таких отрядов незамеченными. То есть, вам кажется это реальным, что такое вообще возможно в условиях нынешней России? Это более чем реально. Дело в том, что как раз затягивание гаек, закручивание гаек и невозможность дать пару выйти где-то на протесты на площадях с помощью плакатов, то есть, выразить свое недовольство какое-то или свое несогласие, оно же переходит вот как раз в такого рода действия уже партизанских отрядов. Это как раз власти любой страны, это не только Россия. Власти любой страны, если не дают выйти пару народного негодования, в конце концов это все переходит в партизанскую войну, вычислить ее невозможно. Вот просто невозможно. Это один человек, это не группа там 500, 600, 700 человек, это абсолютно. Это один человек определил для себя несогласие с действиями, допустим, российского правительства и выполнил задачу по сходу поезда. Здесь не надо большую группу и большого ума, кстати, для этого. Не надо для того, чтобы там полкилограмма тротила хорошо, правильно приложить. Здесь очень важно грамотно приложить, то есть, надо подпереть снизу под рельсу, подпереть дальше уже гравием или камнем для того, чтобы ударная волна пошла на вскрытие самого рельса, а не пошла в стороны. То есть, это, кстати, тоже в интернете все это есть, это все вычисляется. Еще раз повторюсь, вот вычислить нереально этих людей. Ну, то есть, если это не какая-то группировка общая под управлением, а это как раз управляющиеся группировки, они очень быстро заканчивают, очень быстро все течет. А вот одному человеку, ну, нереально вычислить, потому что нет мотива. Мотива к 140 миллионам людей российским все же не пришьешь. Потому, я думаю, сейчас вот такого рода помощь украинским войскам уже на фронте, она будет шириться по всей России. Ну, как минимум мы это уже видим. И не исключено, что это могут быть даже игроки самого Кремля и какие-то противоборствующие башни Кремля. То есть, это еще предстоит узнать. Легко, это допускают, так и есть. Такого рода действия они как раз подрывают общие основы управления. Одну башню подрывает вторая башня, третью башню, третья башня подрывает первые двух. То есть, это, еще раз повторюсь, это очень довольно-таки стандартный набор таких действий. Противостоять такому роду действия невозможно. Ну, просто невозможно. Панерманов, вот мы уже упомянули Севастополь. Новые подробности по недавней атаке БПЛА на нефтебазу флота оккупантов там. Появилась информация, что на самом деле сгорело не 4 топливных резервуара, как врали российские СМИ, а сразу 10 цистерн. Некоторые полностью уничтожены, часть повреждены и временно непригодны для использования. Удачная атака на нефтебазу, безусловно, является крупным успехом. Дело даже не столько в уничтожении огромных объектов топлива, сколько в уничтожении и повреждении резервуаров, где их можно накапливать. Ну и, собственно, вынос такой инфраструктуры в относительной близости от фронта увеличивает логистическое плечо для оккупантов. Подробнее, вот ваше, что называется, фахо в аутсин, как мы говорим на украинском, экспертная оценка, насколько это не просто очередной символический удар по престижу Кремля, вот это почти, знаете, вот черная ядерная такой вот грипп над Севастополем, все помнят, все видели эту фотографию. Насколько это действует, особенно в контексте контрнаступления Украины, которое мы ждем уже, если не с дня на день, то с недели на неделю. Ну, не цистерны, вы правильно поправились, емкости. То есть это 10 емкостей, в котором было около 40 тысяч тонн дизеля. Но это, с одной стороны, немного, хотя, если посчитать даже в оптовых ценах, это 20 миллионов долларов. Это все выгорает, никто тушить не будет, то есть, когда поджигаются емкости, их никто не тушит, ждут, пока выгорит, а потом уже разбирают в головешке, или, вернее, то, что осталось. Уничтожение самих 40 тысяч тонн – это существенный удар. 20 миллионов долларов – немаленькие деньги, но и 10 емкостей – это тоже, это, наверное, еще больший удар. Потери 10 емкостей – это еще больший удар, чем дизель и деньги в том числе. Восстановить быстро нельзя, переключить на что-то другое тоже нельзя. Придется 40 тысяч тонн постоянно россиянам держать на колесах. То есть, скорее всего, это либо танкеры будут подходить и добавлять это количество топлива в общую систему движения, либо, скорее всего, еще один вариант – россиянам сейчас придется 40 тысяч тонн подвозить через Крымский мост. Что такое 40 тысяч тонн? Это если в маршрутах, в поездах, 60-вагонные поезда, это около 13 поездов таких. Но они не тягают, вот здесь уже цистернами, в цистерне где-то 60 тонн, в ЖД-цистерне. То есть, они тягают ее по 20 цистерн. То есть, это, можно сказать, несколько десятков, чуть ли не полсотни такого рода поездов. А вот уже один из этих 40-50 поездов может поймать какой-нибудь БПЛА уже на самом мосту. Ну, БПЛА или ракета. То есть, мы, кстати, видели, когда поймали взрыв, поймали как раз, когда стоял вот такой примерно поезд. Стоял же с дизелем или с чем-то такого рода, и его поймали на ЖД-мосту на Крымском. То есть, сейчас увеличится возможность удара по Крымскому мосту, причем вместе с поездом. То есть, уничтожение уже на Крымском мосту. Это вот в перспективе то, что ждет, я думаю, в ближайшее время. А вот само выполнение, допустим, такого рода действий. С одного удара по емкости или по цистерне поджечь топливо невозможно. То есть, первый удар, он производится для того, чтобы вскрыть емкость, и дальше оттуда начинает вытекать топливо, либо выходить пары топлива любого. А вот второй удар поджигает уже самые пары или само топливо. То есть, здесь надо обязательно спаренный удар. Если это емкость стоящая, то и у вас, допустим, есть только средства поражения типа ручного гранатомета, то это также делается. Сначала подрывается емкость одним выстрелом. Второй выстрел уже поджигает топливо, которое вытекается с определенным временем. Потому здесь была хорошо отработанная, грамотно построенная сама система атаки. Несколько дронов, скорее всего, отвлекало систему ПВО. А два дрона основные, они проходили, опять один подрывает, второй поджег. То есть, тот, кто выполнял атаку, ну, конечно, молодцы, то есть профессионалы. Что можно сказать о, допустим, самой системе ПВО, которая должна была прикрывать? Она есть, она, это же Севастопольская бухта. То есть, это топливо предназначалось в том числе и для кораблей Черноморского флота. Система ПВО, наверное, самая мощная, она такая же примерно, как и в районе Крымского моста. И вот наши умельцы нашли механизм, ключик для вскрытия этой системы ПВО. Какая бы она ни была там распиаренная, расфуфыренная, несколько эшелонов ПВО российского не смогли уберечь это топливо. То есть, такой же удар может быть и под другим складом, ну, естественно, по Крымскому мосту. Механизм удара, я имею ввиду. Сами дроны, которые заходили, ну, по крайней мере, те, которые показали россияне, это Mujin 5 Pro. Это дрон, который может идти на 700 километров под управлением, нести около 20 килограмм полезной нагрузки. Это может быть взрывчатка, это может быть несколько выстрелов для РПГ, это может быть оперенные, это может быть мины в 82-е. То есть, это довольно-таки неплохая машина, но стоит она 9999 долларов. Ну, пусть 10 тысяч долларов стоит эта машина на Алиэкспрессе. То есть, две машины за 20 тысяч долларов уничтожили 20 миллионов долларов у россиян, плюс еще столько же стоит вот эти емкостя, это еще раз повторюсь, это завтра их уже не поставишь, это уже, ну, в этой жизни россияне их там уже не поставят. Поэтому, конечно, выполнена задача, да. Это речь, да, асимметричная война, она, это понятие растяжимое, да, это вот в этом аспекте дроновая война. И россияне тоже, собственно, пытаются наши ПВО истощить своими иранскими дронами. Там такое же соотношение, иранский дрон в несколько, там, десятков тысяч долларов, 20, да, шахер, если не ошибаюсь. И там вплоть до, вплоть до Патриота ракеты, которая может стоить несколько миллионов долларов, да. Ну, это такой тоже крайний пример. Если останется время, поговорим, в том числе и об этих последних налетах недавно. У нас, друзья, если вы не знаете, у нас уже несколько дней подряд, и вот этой ночью тоже была массированная ракетная атака по Украине. 20, сколько, 3 из 22, из 22 из 25 ракет было сбиты. Но вот, опять-таки, тема Пригожина, человека, который, наверное, на пятом месте, если не ошибаюсь, статистику видел, самый называемый вообще персонаж в российской политике. Вот он угрожает уже несколько дней подряд вывести Вагнер из Бахмута перед контрнаступлением ВСУ. Об этом говорят и в Институте изучения войны. Аналитика отмечает, что Пригожин продолжает попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины. По его убеждению, украинское контрнаступление может начаться до середины этого месяца. И в это же время командование Российской Федерации вообще не готовится к отражению атак. По его словам, наемники Вагнера продолжат воевать в Бахмуте, но будут вынуждены организованно отступить или остаться и погибнуть, если ситуация не улучшится. Я слышал, что все-таки проснарядный голод, это немножечко преувеличивает, будем говорить так. Очевидно, что человек ощущает свой вес и он понимает, что российская армия сейчас не может позволить отминусовать от своих сил Вагнер, самую боеспособную часть, нерегулярную часть этой армии. Чего, как вы думаете, все-таки добивается Пригожин? Ну, как минимум, элементы ИПСО, это точно есть, процентов 70 в его высказываниях. На кого они направлены, это другой вопрос. А вот то, что несоответствие, особенно военной логике, ну это точно есть. Что происходит сейчас в Бахмуте? В Бахмуте больше 20 тысяч российских войск, из них 5-7 тысяч это ОПГ Пригожина. То есть где-то треть Пригожинцы, две трети линейные российские части. Причем у Пригожина больше 10 штурмовых групп, довольно-таки хорошо слаженных. Это те штурмовики, основные штурмовики, кондовые, так сказать, это скелет ОПГ. Склет ОПГ. То есть мясо уже разорвали украинские части на молекулы, а вот склет еще остался. И он в довольно-таки боеспособном состоянии. Естественно, российские части линейные, которые сейчас находятся в Бахмуте и рядом с Бахмутом, это ВДВшники. Ну пусть они не наученные до уровня реальных профи, но все-таки они снабжены практически всей номенклатурой вооружения, которое должно быть у десантуры. То есть там есть и танки, десятки танков, больше полусотни танков, больше сотни орудий и системы РСЗО несколько десятков. То есть это довольно-таки неплохой, можно так сказать, корпус, чуть больше корпуса, который выполняет атаку в одной точке, буквально в ширине фронта в несколько километров. Потому давление это самое мощное, которое может сейчас российская армия создать в каком-то отделе. Никто оттуда из России наступать не собирается, потому вот здесь вот и есть элементы уже ИПСО от Пригожина. То есть наоборот, в этой точке максимальное количество используется боеприпасов и максимальное количество самолетовылетов именно в эту точку. Потому ни о каком-то отступлении речи быть не может, по крайней мере из реалий. То, что говорить, это одно. Для чего он говорит, это уже надо понимать в контексте политических каких-то информационных движений в самой России. Ну или может быть ИПСО направленное и на наше военно-политическое руководство. Но мы прекрасно видим, что там происходит. Собираются они однозначно выдавить украинские войска из Бахмута где-то к 9 числу. Им надо кровь из носу выдавить и доложить на 9 мая хоть что-нибудь, хоть взятие двух-трех сельских туалетов. Ну надо что-то докладывать. Все-таки целый год бились-бились, а в конце концов ничего кроме этих сортиров не получили. Потому хотя бы Бахмут. Украинские войска из Бахмута не выйдут. Вот сейчас используется западная часть города для удержания, как укрепрайон. Россияне могут ее разбить, как и весь остальной город, в ноль ее зачистить. Но там останется дорога. Так сложилась дорога, которая идет с Константиновки, заходит в Бахмут. Она там разделяется, уходит дальше на Хромово. И такая полупетля, которая окружает западную часть города. Вот эта дорога сейчас является рубежом обороны, по которому работает наша арта с Часовьяра. Они подойти к этой дороге просто не могут. И не подойдут. Потому не получится у них этот подарок. А вот дальше уже возникает вопрос. А что теперь с этим делать? Дело в том, что наступать украинские войска на Донбассе точно не будут. Нет смысла. Но это с военной точки зрения и логика абсолютно отсутствует. Наступать на агломерацию, наступать снизу вверх, на возвышенности. Донбасс это возвышенность. То есть это точно нет. Донбасс будут обходить за Луганск. Но не в районе Бахмута. Потому здесь вот Пригожин как раз и ПСО. Куда-то он его отправляет. Но на нас точно нет. Мы это понимаем. А это скорее всего что-то связанное с россиянами. Ну и стелет соломку все-таки об отходе. Дело в том, что придется россиянам отходить от Бахмута не под давлением наших войск в Бахмуте. Нет. Они будут отходить из Бахмута, потому что мы начнем наступать в другом месте. И им придется перебрасывать туда вот эту всю сейчас мощь, которая скоплена в районе Бахмута. Им придется перебрасывать, допустим, в Углидар, Орехово, Гулейполе. То есть на другой участок фронта или там куда-то под Купен, к Сватово, там где пойдут наши войска на прорыв. А вот отход от Бахмута и здесь получается информационный капкан. Наступали, наступали, наступали. Положили 50 тысяч человек. Прошли 30 километров от Попасной до Бахмута за 9 месяцев. И теперь им придется отходить обратно на режим обороны. И вот здесь, может быть, Привожин уже свои репутационные потери пытается сейчас как-то развернуть, показывая, что мы тогда уйдем. Они по-любому уйдут. А вот уже дальше посмотрим, как будет развиваться событие. Пан Романов, а вот можно, опять-таки возвращаясь к этой теме, 9 месяцев армия, вторая армия мира, которая Киев за 3 дня, не может взять этот несчастный Бахмут, собственно, и вот даже последняя новость, что украинцы отвоевали некоторые позиции в Бахмуте. То есть вообще тенденция, судя по всему, не в пользу войск оккупанта. С чем это все равно, если не брать мужество и стойкость украинской армии, и помощь западных союзников, что не дает им достичь, казалось бы, элементарных каких-то целей, взять этот несчастный Бахмут. Вот Институт изучения войны обратил внимание, что эти рокировки в высшем военном руководстве, постоянные, да, рокировки, освобождение от исполнения обязанностей вот того же, ранее это был Суровикин, сейчас вот совсем свежая, вот Мезенцев, да, то есть вы, насколько это действительно больно бьет по и боевому духу, и вообще способности воевать российской армии? Или тут речь идет тоже о очень сильно проседшем, вот, среднем звене офицерского состава, о котором говорят, что это ключевая позиция войны, и россияне очень много потеряли именно этих позиций? Дело в том, что любая армия – это организм. Организм, который надо обучать и который надо слаживать, проводить боевые слаживания до уровня корпусов. Вот все, что смогли россияне после того, как была уничтожена российская армия, которая проводила слаживание, то просто армии российской в прошлом году, 200 тысяч человек, боевых профессионалов, которые действительно могли выполнить задачу, если бы отвлеченно, вот как независимые, допустим, мы с вами независимые военные аналитики, да, если посмотреть со стороны сверху сбоку. То есть этой армии, 200 тысяч человек, которая была в прошлом году, если бы им поставили задачу, выполнимую для ее действий, допустим, выход на границы Донецкой области в прошлом году. Вот только одну задачу. Дело в том, что даже и там еще вопрос, но тем не менее, они смогли бы 200 тысяч хорошо обученных профессионалов после боевого слаживания до армейского уровня, которые смогли бы двигаться и выполнять боевую задачу, они бы смогли, допустим, в течение года выйти на границы Донецкой области. И все. Дальше бы они, конечно, не двинулись. Но это просто не хватило бы движения. Но этой армии в 200 тысяч профессионалов была поставлена невыполнимая задача, невыполнимая в 200 тысяч человек, растянуться на 2,5 тысячи километров фронта и фронтально зайти в Украину. То есть эта задача просто называется как? Вот как убить 200 тысяч профессионалов? Растяните их на 2 тысячи километров, и дайте задачу наступать. Их убьют. Их убила украинская армия, которая была собрана, которая выполняла задачи обороны. В обороне это очень легко делается, тем более в активной обороне. Плюс население, которое, не щадя своей жизни, там, ну, с рогатинами, можно сказать, в конце концов добивало эти 200 тысяч человек. Какая бы ни была профессиональная армия, но ты ее растяни на в 10 раз больше ширину фронта, ее просто, в конце концов, с рогаток пацаны поубивают. А вот то, что сейчас имеет Российская Федерация, профессиональной армии нет. Слаженности на оперативном уровне нет. Тактический уровень, да. Некоторые части в тактическом смысле, это самый нижний уровень. Ну, я такими словами уже гражданским буду говорить. То есть самый мелкий уровень до уровня роты, до уровня, может быть, батальона до 500 человек, они еще как-то могут двигаться, как-то выполняют какие-то задачи. Взять посадку, взять квартал, взять дом, допустим, да, ну, то есть выдавить, провести какие-то такие тактические задачи. Но оперативные задачи, допустим, взять город большой, нереально. У них просто нет механизма, они не отладили соотношение управления сил, средств и вообще тактику как таковую. Работать на ширине фронта, допустим, в 10 километров, они просто не могут. Не говоря уже о ширине фронта в тысячу километров. Сейчас фронт у нас в тысячу километров. Никто никуда наступать не будет, если вы меня посмотрите, я об этом говорил с прошлого года, когда все спрашивали, когда, куда там и никуда побегут. Никуда они не побегут. У них нет системы управления, не слаженные войска. 400 тысяч человек, миллион человек, неважно. И хоть 150 миллионов человек, если они не знают, как действовать на поле боя, это не армия. А вот то, что они умеют, тактический уровень, уровень там, несколько километров по фронту, они это выполняют. ОПГ Пригожина, это уровень тактический. Вот и все. Оперативного нет, стратегического тоже нет. То есть и сейчас меняй хоть кровати, хоть девочек. В этом борделе российской армии ничего не изменится. Они все равно не выполнят никакой задачи. А вот здесь дальше я сейчас похвалю Пригожина. А вот Пригожин как раз четко прав. В таком случае можно выполнить всего лишь одно правильное действие. Перейти в глухую оборону, вот просто в глухую оборону и как-то попытаться в глухой обороне с помощью тактических моментов до роты, до батальона. В глухой обороне можно выполнить какую-то боевую задачу именно обороны как таковой или отхода хотя бы управляемого. Потому вот здесь вот у Пригожина есть часть ИПСО, а часть он конкретно правильно говорит. Пан Роман, у нас остается буквально две минуты в формате БЛИЦ. Вот я сказал все-таки, что мы остановимся на теме новых обстрелов после серьезной месячной паузы. Вот буквально минута. Вот экс-офицер британской разведки скомментирует, сказал, что вот россияне собрали новый запас ракет. Путин вот требует этой мести. А непонятные цели, непонятная целесообразность, учитывая, что не работает уже это. Как вы видите очень быстро, вот в чем суть этих новых обстрелов? После того, если невозможно выполнить боевую задачу, то террористы спускаются до того, что они умеют делать в любой обстановке. Террор. Это просто задача террора геноцидный уровень ударить по мирному населению и показать какую-то картинку для уже внутреннего потребления. Ну и доложить Путину. Все. Понятно, четко и ясно. Спасибо большое, пане Романе. Друзья, с нами был известный аналитик и полковник запаса СБУ летчик Роман Светан. Спасибо, Роман. Спасибо, Роман. Субтитры создавал DimaTorzok